О позитивно настроенных людях очень часто складывается ошибочное мнение. Многие думают, что такие люди постоянно чему-то радуются, к тому же безвидимой на то причины, даже если это какие-то ужасные вещи. Своим поведением напоминает участников какой-то секты, да и еще по своей сути очень ленивая, ведь их жизнь и так переполнена позитивными моментами, зачем им еще что-то делать? Но это абсолютно неверное представление, так как позитивно настроенный человек – это вовсе не тот, кто относится ко всему с безразличием. Когда у человека преобладает позитивное мышление, он скорее будет стараться находить скрытые возможности в любых возникающих ситуациях и будет пытаться подстраиваться под постоянно меняющиеся условия. Например, когда человек идет на собеседование и сразу же просит зарплату в миллион долларов, это нельзя назвать позитивным мышлением. Но вот когда он задает себе правильные вопросы и при этом начинает искать возможности, которые помогут ему заработать этот миллион долларов, принимая на себя всю ответственность и давая себе обещание выкладываться по максимуму для того, чтобы достичь желаемого, вот это уже можно назвать позитивным мышлением. Уверен, вы уже не раз сталкивались с негативно настроенными людьми. Вы могли заметить, что они никогда не предпринимают ничего серьезного. Может быть из-за отсутствия какой-либо мотивации, а может быть из-за банальной неуверенности в себе. Они любят спихивать всю вину на внешние обстоятельства, тем самым снимая с себя всю ответственность. Не спорю, очень часто внешние обстоятельства идут вразрез с нашим интересом и настроены против нас. Но в то же время именно они являются показателем того, сможет ли человек достичь чего-то серьезного в жизни или нет. Любое мышление, будь то позитивное или негативное, предполагает наличие конкретных мыслей. И если у вас преобладают негативные мысли, они формируют у вас страх, апатию, они не дают вам возможности приступить к конкретным действиям. А если вы все-таки решаетесь начать что-то делать, вы делаете это вяло, неуверенно, без какого-либо энтузиазма, чаще всего так и не доводя дело до своего логического завершения. Чтобы справиться с этим и поменять свой привычный образ мышления, вам потребуется длительная внутренняя работа над собой, которая предполагает усердие, самодисциплину и многократное исправление в своем мышлении. И следующие правила помогут вам изменить свое привычное мышление и перенаправить его в лучшую сторону. Первое правило говорит о том, что обстоятельства настоящего времени – это не показатель. Что делают негативно настроенные люди, как только сталкиваются с какой-то проблемой? Как правило, они тут же выносят приговор себе, выносят приговор ситуации и начинают сосредотачивать все свое внимание на тех вещах, которые не имеют к данной проблеме никакого прямого отношения. Это любого рода бездействие, жалобы на судьбу, поиск виноватых. Но вот только есть ли в этом хоть какой-то смысл? Если вы столкнулись с какой-то проблемой, вместо всего вышеперечисленного просто скажите себе «Хорошо, проблема действительно произошла. Как я могу ее решить?» В этом случае эмоциональная часть сводится к минимуму и занимает времени ровно столько, сколько вы произносите эти слова. В этом случае нет никакого смысла думать о несправедливости жизни, о наказаниях со стороны судьбы. Здесь важен только лишь поиск решения возникшей проблемы. Если у вас есть хоть какая-то возможность решить эту проблему, то предпримите конкретные действия и исправьте эту ситуацию. Если же в данной ситуации от вас ничего не зависит и вы не в силах решить эту проблему, то просто смиритесь с этим и отпустите ее. Второе правило заключается в том, чтобы использовать аффирмации. Уверен, про аффирмации слышал практически каждый из вас. Возможно, вы даже понимаете их суть. Но вот многие ли из вас применяли их в своей повседневной жизни? Те люди, кто пробовал применять их впервые, возможно, испытывали странное чувство отторжения. Потому что до этого момента они никогда не думали всерьез, что являются хорошими, позитивными и уверенными в себе людьми. У многих из вас даже может возникнуть такое чувство, что вы этого не достоины. Но вот на самом деле это обманчивое чувство. Потому что основной смысл заключается в том, что если вы во что-то очень сильно поверите, рано или поздно это случится на самом деле. Но все-таки не стоит требовать от себя невозможного. Ваши аффирмации должны быть адекватными. Для чего они вам точно могут понадобиться, так это для повышения уверенности в себе, для поднятия настроения, веры в свои силы, для развития ваших качеств и навыков и для воплощения желаемого. Третье правило заключается в том, чтобы окружать себя позитивными личностями. Когда вы общаетесь с позитивно настроенными людьми, вы просто не сможете долго оставаться апатичным и негативно настроенным человеком, потому что окружающая обстановка формирует ваше сознание. Когда вы окружаете себя позитивными и успешными людьми, у вас неосознанно появляются такие мысли. А ведь я могу точно так же. Эти мысли придают вам внутреннюю уверенность, снабжают вас силами и дают тот необходимый толчок, благодаря которому вы начинаете предпринимать конкретные действия, ведущие к достижению вашей цели. Субтитры создавал DimaTorzok